Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил такой вопрос. Сохраняет ли душа после смерти память о жизни земной? Разумеется, дорогие друзья, вопрос очень интересный, очень важный и очень актуальный, потому что все мы когда-нибудь переступим вот эту невидимую грань, отделяющую земную жизнь от жизни вечной, ту невидимую грань, которую мы нашим человеческим языком называем смерть. И поэтому каждый мыслящий и разумный человек, а тем более человек верующий, обязательно задумывается над тем, что будет там, за этой гранью. И следует отметить, что среди живущих на земле ни один человек не дерзнет сказать, что он эксперт в этой теме. Потому что пока мы еще находимся здесь, как говорит святой апостол Павел в первом послании к Олимпинам, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». То есть вот этот невидимый мир, который стоит за порогом смерти, это тайна для нас. Мы в эту тайну проникаем только очами веры. Святая Церковь учит нас, и все верные чадо Церкви это хорошо знают и верят, и на этом твердо стоят, что существует три этапа жизни нашей бессмертной души. Первый этап — это жизнь души в теле. То есть это наша земная жизнь от колыбели и до гроба. Этот период исчисляется от нескольких лет или несколько десятков лет и заканчивается тем, что мы на нашем человеческом языке называем смертью. Смерть, то есть насильственное разлучение бессмертной души с этим телом, тело остается на земле, его погребают другие люди, душа переходит в иное состояние бытия. Так учит нас Святая Церковь, наша любящая мать. На основании божественного откровения. И вот душа, покинув тело, продолжает жить, продолжает существовать. У нее остается самосознание. Собственно, Личность, вот эта живая душа, продолжает жить. И она попадает в то состояние бытия, до которого она духовно доросла во время первого периода своего существования, когда душа была в теле. Третий период существования бессмертной души – это после славного всеобщего воскресения, когда Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, придет судить живых и мертвых, будет всеобщее воскресение, то есть бессмертные души соединяться с теми телами, с которыми они совершали свое поприще на земле. И это будет вечный уже период существования уже цельного человека – бессмертная душа с новым воскрешенным телом. Разумеется, дорогие друзья, все верующие люди это хорошо знают и веруют, что будут два состояния бытия – Царствие Божие, уготованное любящим Бога, и состояние вечной тьмы, вечного мрака, вечного страдания, которое мы на нашем человеческом языке называем ад или преисподнее, состояние, которое хуже даже любой смерти. Есть опыты людей, которые пережили так называемую клиническую смерть. Об этом в XX веке стало достаточно широко известно благодаря трудам доктора Раймада Моуди, доктора Элизабет Кублер-Росс и других, которые опрашивали людей, которые имели посмертный опыт. Один из выдающихся православных миссионеров и подвижников XX века, и романах Серафим Роуз, в своей книге «Душа после смерти» дал четкий, обоснованный, богословский анализ книги Раймада Моуди и тех посмертных опытов, которые там доктор Моуди собрал. И если в двух словах кратенько, отец Серафим Роуз на основании священного предания Святой Церкви четко и ясно пояснил, что надо понимать разницу между внетелесным опытом и посмертным опытом. Внетелесный опыт, когда душа человека покидает тело на несколько часов, порой даже до сутки, душа вне тела. Это просто внетелесный опыт. А посмертный — это когда душа разлучается с телом, и для нее наступает период так называемого частного суда, который в священном предании Церкви, есть еще такое номинование, восхождение по мытарствам. Это неотъемливая часть священного предания Церкви. Есть множество свидетельств святых отцов древности, от древности по сей день, о том, что переживает душа во время этого частного суда. Вашему вниманию, дорогие друзья, отвечая на этот вопрос, хочется зачитать свидетельство, где человек, живший на рубеже XIX-XX века, принадлежавший, как тогда было принято сказать, интеллигентному культурному сообществу, которые, к сожалению, и бравировали даже этим, были далеки от священного предания Церкви. Они вроде бы веровали в Бога, но к Церкви относились скептически. «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Икскуль — это человек, с которым впоследствии Троицы Сергиева Лавра, архиепископ Никон Рождественский лично был знаком, и человек, с которым произошел этот опыт, подтвердил, что все действительно с ним произошло. И вот ту брошюрочку, которую я сейчас держу в руках, она была первый раз издана как раз в Троицкими листками. Молодой человек тяжело заболел воспалением легких и скончался в больничной палате. Он описывает состояние, как он видел себя со стороны, видел свое тело, вокруг которого суетились медперсонал, слышал все, как они произносят слова, что вот уже все кончено, ничего невозможно сделать. И одновременно видел, как за стеной в соседней комнате пожилая женщина, узнав, что все закончено, со слов медперсонала осенила себя крестным знаменем, сказала, ну, царствие ему небесное, так, как всегда говорят верующие люди. И далее описывает этот человек, мгновенно возле меня оказались два ангела, которые взяли меня под руку и буквально сквозь стену вынесли из этого помещения. И он описывает, описывает то, что он сподобился видеть. Зачитаю вам, дорогие друзья. В наших понятиях со словом смерть неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни одну минуту не терял самосознание, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать и говорить. О каком уничтожении могла быть тут речь, когда я отлично видел себя и в то же время даже сознавал странность своего нового состояния. И далее очень интересно. Кто из вас желает, дорогие друзья, я очень рекомендую вам познакомиться с этой книгой. Он рассказывает, как ангелы стали постепенно возносить его все выше и выше, как он не почувствовал разницу в температуре между комнатной и уличной, где шел мелкий снег, как он стал видеть, видеть ясно в темноте. Вот он пишет, «Я охватывал узором такое пространство, какого, несомненно, не мог охватить моим обычным зрением. Но этих особенностей я, кажется, не осознавал тогда, что я вижу все не так, что мой широкий кругозор все-таки существует. Я отлично все это понимал и ужасался. Идея времени погасла в моем уме. Я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то к нам, с криком и гоготом, стали быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ. Бесы с необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведанного мне до то ли ужаса. Бесы! О, сколько иронии! Сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего лишь несколько дней или даже несколько часов тому назад чье-нибудь сообщение не только о том, что увидел своими глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей неизвестного рода, как и подобало образованному, в данном случае образованному в кавычках, человеку конца XIX века, я под названием бесов разумел дурные наклонности и страсти человека. И вдруг это известное, отвлеченное понятие предстало мне живым олицетворением. Далее этот человек, вернувшийся к жизни по промыслу Божию, описывает, как вот эта орда безобразных существ стала крутиться вокруг них, как они пытались с яростью вырвать его из руки ангелов, но, наверное, не могли это сделать. Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гавом требовали, чтобы меня отдали им. Они старались как-нибудь схватить меня, вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не могли этого сделать. Среди их невообразимого, с той же отвратительного для слуха, как и сами они были для зрения, воя и гама, я улавливал иногда слова, иногда целые фразы. Он наш! Он от Бога отрекся! Вдруг чуть ли не в один голос завопили они, и при этом уже с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль. «Это ложь! Это неправда!» опомнивший хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Вот мы отвечаем, дорогие друзья, на поступивший вопрос. Сохраняет ли душа после смерти память о жизни земной? Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное событие, к тому же относившееся к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспоминать не мог. И далее этот молодой человек рассказывает, как они в обществе других молодых людей вели праздные разговоры, и как это нередко бывает во время праздных разговоров ни о чем, коснулись вопроса существования Бога, и как его товарищ, обращаясь к нему, говорит такие слова. «Почему я должен веровать, когда я одинаково могу верить в то, что и Бога нет? Ведь правда же, может быть, его нет?» Уже в упор ко мне обратился товарищ. «Может быть и нет», проговорил я. Это свидетельство человека, который находился в данный момент на частном суде. То есть вот это вроде бы незначительная фраза, вроде бы не открытое отречение от Бога. Фраза «может быть» и «нет». Фраза эта была в полном смысле слова праздным глаголом, но во мне не могла она вызвать сомнения в бытии Бога, бестолковая речь приятеля. И даже не особенно я следил за этим разговором, но теперь оказывается, что этот праздный глагол не пропал бесследно. Мне надежало сейчас оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения, и таким образом удостоверялось евангельское сказание, что если не по воле ведущего тайны и сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения нам действительно предстоит дать ответ во всяком праздном слове. Вот, дорогие мои друзья, даже из вот этого эпизода мы видим, отвечая на вопрос, поступивший на портал «Экзегет», что память о прошедшей жизни остается. И более того, совесть, которая у человека присутствует, она точно совершенно напомнит, о чем ты думал, что ты говорил и как ты поступал, если это противоречит заповедям Божьим. Обвинение это, по-видимому, явилось столь сильным аргументом моей погибели для бесов, что они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости своих нападений на меня и уже с неистым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь. Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь тех святых, которых знало, чьи имена пришли мне на ум. Но это не устрашило моих врагов. Жалкий невежда. Христианин лишь по имени я чуть ли не впервые вспомнил о той, которая именуется заступницей рода христианского. О, Пресвятой Богородице! Но, вероятно, горяч был мой порыв к ней, вероятно, так преисполнена была ужаса душа моя, что, едва я вспомнив, произнес ее имя, как вокруг нас вдруг появился какой-то белый туман, который стал быстро заволакивать безобразные сонми щебесов, скрывая его от моих глаз, прежде чем оно успело отделиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но потому как постепенно ослабевал становился глуше, я мог понять, что страшная погоня оставила нас. И далее этот молодой человек, который, напомню вам еще раз, дорогие друзья, двое суток находился в загробном мире, уже душа его соприкоснулась частным судом Божьим, который происходит после смерти, о чем святой апостол Павел в Священописании четко и ясно говорит, что нам надлежит однажды умереть и потом суд. То есть это слова Священного Писания. И как он соприкоснулся с вот этим судом, который по учению Святой Церкви совершается духами, тварными духами, то есть духи злобы поднебесной требуют отчета у души усопшего человека в тех согрешениях, которые она совершила. То есть падшие духи имеют власть искать в душе усопшего человека нечто сродное с собой, то есть нераскаянные грехи. Если этих грехов много, если душа нераскаянная, если, говоря словами великого святого XX века преподобного Паисия Святогорца, если душа во время земной жизни предоставила дьяволу много прав над собой, то, конечно, дьявол этими правами воспользуется, когда душа покинет тело. И далее, дорогие друзья, очень трогательный, очень важный момент, который постараюсь вам зачитать. Душа с ангелами восходит все дальше и дальше. Пройдя некоторое расстояние, я увидел над собой яркий свет. Он походил, как казалось мне, на солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то царство света. Да, именно царство света, полное владычество света, предугадывал я каким-то особым чувством, еще не виденное мною. Но как может быть свет без теней? Свет, от которого нет теней. И вдруг мы быстро внесли в сферу этого света, и он буквально ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руку к лицу, но это не помогло, так как руки мои не давали тени. Да и что значила бы здесь подобная защита? Боже мой, да что же это такое? Что это за свет такой? На меня ведь он та же тьма. Я не могу смотреть. Я как во тьме не вижу ничего. Зманился я, сопоставляя мое земное зрение, забыв или, может быть, даже и не сознавая, что теперь такое сравнение не годится, что теперь я видел и во тьме. Вот еще раз, дорогие друзья, отвечая на вопрос, сохраняет ли душа после смерти память о жизни земной? Вот душа человека, у него сохраняется память, какое было восприятие света или тьмы на земле, и вот он сравнивает то состояние, в котором оказался. «Эта невозможность видеть, смотреть увеличила для меня страх неизвестности, естественный при нахождении в неведомом мне мире. Я с тревогом размышлял. Что же будет дальше? Скоро ли мы минем эту сферу света, и есть ли предел ей конец? Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо сверху раздались слова. Не готов. И затем мгновенная остановка в нашем стремительном полете вверх, и мы быстро стали спускаться вниз». И далее этот свидетель вот этого загробного опыта описывает, как ангелы вернули его душу на землю, подвели его к его телу, тело, которое за время его отсутствия уже перенесли, ну, как по современной аналогии, в морг, а тогда, в XIX веке, называлось «мертвецкое», то есть определенное помещение в больнице, куда уже окончательно скончавшихся людей, усопших, увозили. И как его подвели к своему телу накрытому, возле которого читалась Псалтырь, и вот нагнувшись, значит, нагнувшись к своему, ангел подвел меня к телу и спросил, «Ты слышал Божие определения?» И указав рукой на мое мертвое тело, сказал, «Войди и готовься. Засим оба ангела стали невидимы для меня». Далее очень, очень тоже назидательный, очень важный, описывает он опыт, как его душа вновь в тело вошла, и что очень немаловажно, тот вывод, который делает этот человек, который имел именно посмертный опыт. Еще раз возвращаю ваше внимание, дорогие друзья, разница, отец Серафим Роуз, об этом подчеркивает в своей книге «Душа после смерти», разница между внетелесным опытом, который может быть от одного до нескольких часов, и возвращение в тело, или так называемый литургический сон, или клиническая смерть и так далее, и подлинно посмертный опыт, во время которого душа начинает проходить через этапы частного суда. Когда он вернулся в тело, у него появилось сильнейшее желание полностью изменить свою жизнь. «Приходилось ли вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию? Рисунок на ней сохранился, но от сырости он выцвел, обвинял, и вместо определенного красивого изображения получилась какая-то сплошная, бледная, рыхловатое муть. Так обесцветилась для меня жизнь, вот эта земная, превратилась тоже в какую-то сплошную водянистую картинку, и таковой останется она в моих глазах и поныне». Впоследствии человек, переживший вот этот посмертный опыт, принял монашество. Равно как и свидетельство древних отцов церкви, в частности, вот в Киево-Печерском потеряке мы читаем об преподобном Афанасии, который имел опыт посмертный и после этого плакал всю оставшуюся жизнь. В отличие от посмертного опыта, внетелесный опыт, который описывает господин Раймонд Моуди и другие, исследовавшие эту тему, человек встречается с каким-то светящимся существом, которое с юмором рассказывает ему о его жизни, водит по каким-то красивым живописным местам и очень мудро и романах Серафим Роуз дает святоэтическую оценку этих явлений. «Падшие духи злобы, а дьявол есть ложь и отец лжи и может преобразоваться и в ангела светло, как пишет святой апостол Павел в одном из своих посланий, зная или предугадывая, что человек будет возвращен в эту жизнь, хочет, чтобы у людей создалось ложное представление о загробной жизни, что там нет суда, там нет никакой ответственности, и поэтому вот это светящееся с юмором, беседующая с душой усопшего существа не что иное, как злые духи». Но еще раз возвращаем ваше внимание, дорогие мои друзья, из вот этого свидетельства, которое я вам зачитал, из множества других, мы можем совершенно достоверно сказать, что человеческая душа, память о своей прошедшей жизни сохраняет вечности. Но разумеется, преподобный Паисий Святогорец, когда ему такой вопрос задавали, «А как же святые на небе? Разве они не помнят, например, святые мученики, тех страданий, которые не претерпели? Или преподобный Отците тех борений, тех скорбей?» Преподобный Паисий мудро ответил, «Там нет ни печали, ни воздыхания». То есть память о прожитой жизни есть, но уже полное утешение в Духе Святом. К сожалению, есть и другое состояние бытия, куда попадают души нераскаянных грешников, от чего да избавит всех нас Господь. Храни всех Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok